предназначение молиться аминь вы молитвенная церковь и вот сегодня я хочу поговорить на тему я назвала так война внутри нас тема важная тема актуальная тема в принципе библейской школы но я знаю что нам нужно постоянно обновляться в этом учении в понимании очень много людей приходят которые еще не были библейской школе многие из нас прошли и кто-то вспомнит сегодня но хочу поговорить сегодня о самой серьезной войне которая идет внутри каждого из нас знаете наша жизнь она война наша христианская жизнь это война это постоянная война мы постоянно находимся в сражении знаете сегодня многие почему-то решили отдыхать сегодня решили многие почивать на лаврах и ничего не делать почему-то слово какие-то лавры взяла почивать на лаврах я часто говорю это в проповедях почивать на лаврах хоть понимать о чем я говорю это то есть все ты достиг ты достиг лавры лавры их раньше этим победителям до в олимпийских играх давали да по моему вот и почему-то многие решили успокоиться и я помню такое обвинение не раз слышала а в свой адрес ну хватит уже ну сколько можно то но что вы все время воюете с кем вы все время воюете где ваши враги покажите их а я говорю а самый главный враг он внутри нас самый главный враг у нас много врагов и внешних и внутренних знаете дьявол наш самый главный заклятый враг мир наш видимый враг плоть это наш внутренний враг и демоны это наш невидимый враг представьте сколько у нас врагов я сейчас говорю не о людях с людьми мы не Мы не сражаемся против крови и плоти, мы сражаемся против духов злобы поднебесной. И вот когда мы становимся христианами, плоти, бесы и дьявол, они не исчезают из нашей жизни. Как многие почему-то уверовали так, и богословие целые построили. В смысле вы там бесов изгоняете? В христианах бесы не живут. Но на самом деле, как наша практика даже жизненная показывает, бесы живут в христианах. Они приходят и мучают человека, и они не уходят из-за твоей молитвы покаяния. Автоматически ничего не происходит, к сожалению. Бог совершил за нас очень многое. Он умер на кресте, он даровал нам свободу, он даровал нам победу. Но нам нужно ее завоевать. И это важный момент, который мы должны понять. И дьявол никуда не девается, бесы никуда не деваются, плоть остается с нами наша чудесная. Но они теряют свои законные права. Они теряют вот этот важный момент. То есть в момент нашего, когда мы принимаем Христа, когда мы веруем, нам нужно понять, что они никуда не деваются. Но теперь они находятся внутри нас незаконно. И у нас есть над ними власть. У нас есть возможность и способность их побеждать. Аминь. И нам нужно будет с этим разобраться. Кто-то в процессе, у кого-то уже есть видимые яркие победы. Кто-то только встал на этот путь сражения. Но, друзья, без этого сражения, к сожалению, нам не видать победы. И сражение нас обязательно ждет. И когда мы принимаем решение быть учениками Христа, мы начинаем веровать в Него всем своим сердцем, в нас зарождается еще одна природа. Помимо того, у нас есть природа уже, с которой мы пришли на этот свет. Благодаря Адаму у нас есть замечательная, в кавычках, природа греховная, которая живет внутри каждого из нас. И она никуда не девается. Она автоматически не исправляется. Она всю жизнь нам дает дрозда. Всю жизнь нам приходится с ней справляться. Всю жизнь нам приходится побеждать. И нет такого момента, когда ты «Ха! Я победил!» Да, ты выиграть можешь сражение, но этот процесс, пока ты жив, он будет тебя преследовать. Ну, а возможно, апостол Павел говорил такие вещи. «Уже не я живу, но живущий во мне Христос». Скорее всего, это уровень. Он уже это говорил под конец своего хождения с Богом. Я так подразумеваю. Да, друзья? Вы со мной согласны? Кто хочет так сказать когда-нибудь? Слава Богу, треть зала. Треть зала. Я верю, что у вас это получится. И в нас зарождается еще одна природа. И здесь встает вопрос, кто кому будет служить. Вместе сосуществовать они не будут однозначно. То есть именно в тот момент, когда в нас зарождается природа Христа, наша плоть понимает, что ей придется подвинуться. Но она уступать своей бразды правления, соответственно, не будет. Потому что все это время она царствовала. И мы даже не понимали, что мы находимся в рабстве своей греховной природы. То есть у тебя есть фараон, и ты его раб. И ты не видишь никаких проблем. Все нормально. У тебя жизнь, в принципе, спокойная. У тебя нет никакого внутреннего конфликта. Ты живешь себе и прекрасненько тебе сосуществуешь со своей греховной природой. Замечательно. Но только тогда, когда мы принимаем в себя другую природу, мы понимаем, что то, что мы жили, что-то с этим не то. И здесь начинается самый настоящий конфликт интересов. Начинается театр военных действий, который нас ждет. И тот, ибо кто кем побежден, местописание, я сейчас не буду его открывать, тот тому и раб. Одна будет в порабощении у другой. Сосуществовать вместе они не могут и не будут. Конфликт интересов будет постоянный. И начинается вот этот театр военных действий. И Матфея, 10 глава, можно, Рит, открыть? 10 глава, 38 стих. Я не буду у себя открывать, сейчас будут два часа ковыряться. Матфея, 10, 38. Матфея, 10, 38. Что там, что-то проблемы? Давай тогда я прочитаю, если проблемы у нас. Матфея, 10, 38. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. И дальше, 39 стих, основной, на который я хочу сейчас вот именно вам показать. Сберегший... Так, это я новый перевод читаю. Подождите. А нет, синодальный. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Ее и Ю. То есть суть такая, что Иисус, первое, что он нам предлагает, это 10 глава после Нагорной проповеди, где он давал тоже ряд заповедей людей. Он нам предлагает, он говорит, ребят, первое, что вам нужно сделать, это потерять свою душу ради меня. Потерять. И сегодня я вижу, как мы не хотим ее терять. Мы сегодня хотим ее защитить. Мы хотим ее сберечь. Мы хотим ее... Мы ее вот так вот носим, душа моя. Но терять из нас ее, к сожалению, не каждый на это решается, потому что на самом деле это путь креста. Это путь, который Иисус Христос нам показал. И в принципе, и вся его жизнь, весь его путь, Божьего Сына, на минуточку, Божьего Сына, Он был нам примером. И Он сказал, все, что со мной произошло, будет и с вами, с Божьим Сыном. Поэтому нам многое участи, которое предлагает нам Иисус Христос, хотели мы бы этого или нет, нам ее не избежать. И вот уже мы начинаем жить, и то, что мы не хотим делать, мы делаем. Вот этот конфликт интересов начинается. А то, что хотим, мы не можем. Как часто мы хотим пойти помолиться? У нас у всех возникают эти замечательные мысли. Я вот ленту Инстаграм читаю, мне даже оттуда уже Бог показывает. Иди помолись, там какой-нибудь баннер. Или какой-нибудь пост про молитву. То есть постоянно вот эти побуждения какие-то нам Господь предлагает. Или мысль у тебя приходит, иди помолись. Мы хотим, это хорошее. Мы искренне все хотим молиться. Все хотят молиться? Все хотят молиться. А кто молится? Слава Богу. Почти полцеркви. Замечательно. И вот это и есть конфликт интересов, с которым мы встречаемся. И если мы не потеряем свою душу ради Христа, мы не сможем быть его учениками. И вот сейчас об этом процессе я бы хотела поговорить. Что значит потерять душу? Это вот конфликт интересов плоти и духа, с которым мы сталкиваемся. И римлянам, 7 глава, 5 стих. Вообще римлянам, почитайте, хорошая глава. Вся. Она вот как раз об этом и говорит, о преображении нашего внутреннего человека. 7 глава, с 5 по 6 стих. 7 глава. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, они обнаружены были законом, действовали в наших членах, чтобы приносить плод смерти. Но ныне мы умерли для закона, которым были связаны. Мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по своей ветхой букве. Мы умерли для закона. И мы все, я всегда раньше читала это местописание, думаю, Господи, но если мы умерли, мы отождествили себя со смертью Христа, почему это не происходит автоматически? Где же эта свобода от моей греховной природы плоти? Как же мне быть? И у меня реально был такой конфликт поначалу. Думаю, как же это все-таки должно произойти в моей жизни? Очень многие люди говорят, все, это произошло, живи как жил. Но я смотрю, если смотреть на практику, вот такой жизни, на самом деле, если ты ничего не будешь, не предпринимать никаких попыток, никакой дисциплины, никакой борьбы со своей плотью, то, соответственно, никакого результата и не будет. Вы понимаете это? То есть, понимаете, вроде бы есть у нас благодать, от Господа. Есть все, свершилось. Иисус, когда на кресте, он сказал, свершилась победа. Все, мы с вами победители. Но нам нужно войти в эту победу. Так же, как и есть пророчество, нам нужно что-то сделать. Юридически эта победа совершена, но нам нужно совершить переход фактически. Нам нужно что-то сделать. И сегодня христианство, к сожалению, заваливается в эти обочины. Одни слишком много делают, другие просто верят. И вот мы знаете, нам нужно как-то встать в этот баланс, встать на эти две рельсы и понять, что вера без дел мертва. И делами не оправдается никакая плоть. И верить только этого тоже мало. Понимаете? И поэтому нам нужно понять, что у нас есть вера и есть дела, на которые мы должны опираться. И вот плоть – это природа Адама. Может быть, кто-то не знает. Знаете, многие путаются в понятии в плоти. Что такое плоть? В Библии вообще плоть – это тело человека, говорится о плоти человеческой. Также в Библии плоть представляется как все человечество. Не оправдается никакая плоть, Господь говорит в слове. И плоть – это определение о плоти. То есть их есть три в Библии. Это старая греховная природа человека, с которой мы приходим. И скажите за это спасибо Адаму. Это нам подарок от него при рождении. Это предрасположенность к греху. И знаете, остатки нашего старого эго, нашего «я» – это все наследие от Адама. Даже не столько от ваших родителей, сколько наследия от Адама. Родители уже вам там плюсуют всякие интересные фишки, добавляют, так скажем, к багажу. И даже вот я по своим детям смотрю. Пришел на свет вот этот прекрасный комочек, вот мне его принесли, завернули. Ну, ангел. И ты относишься к нему как к ангелу, чистому, святому и непорочному. Но проходит 2-3 года, 4-5. Откуда что берется? Прямо любовь к греху. И ты смотришь, вот эта зависть. Постоянно вот брат, брат на брата у нас, сестра на брата, брат на сестру. И вот у нас постоянные войны дома. И зависть прям, вот представляете, я уже с ними не знаю, как бороться. И откуда это берется? А это уже все. Это наследие Адама, которое неизбежно. И мы все с этим приходим. И наши дети во Христе, они рождаются не святыми пупсиками, ангелочками, а рождаются с греховной природой плоти, которую им, в свою очередь, тоже придется побеждать. И вам, и понаследству вы им свою природу божественную, которая в вас, возможно, уже раскрылась, не дадите. Им придется пройти свой путь. Возможно, он будет легче. Но им придется с этим столкнуться. Что такое плоть еще? Мне нравится, я тут недавно одного человека слушала, он говорит, плоть – это внутренний предатель, состоящий в сговоре со внешними врагами. Если хотите, это троянский конь внутри нас. Смотрели, да, все трое фильм? Мне так очень нравился он раньше. Никак невозможно было завоевать, но с помощью троянского коня они одержали победу над державой. И также сегодня внутри нас есть этот троянский конь, с которого нам нужно победить. Это внутренний предатель, состоящий в сговоре с внешними врагами. Это мир, это бесы и это дьявол. Представьте, внутри какая идет борьба. И нам нужно ее победить. Это военные действия, это театр военных действий внутри тебя. И вот нам с этим наследием приходится жить. И по благодати просто здесь не работает. Здесь нужно прилагать какие-то усилия, о которых мы сейчас с вами дальше поговорим. Вообще плоть, она на самом деле… Ага, это Галатам 5.19. Рита, открой, пожалуйста. Мы сейчас об этом поговорим. Но это то, что… Здесь выведены ряд показателей, которые говорят о том, что это дело плоти. Но вообще для меня плоть – это то, что ослабляет мою жажду по Богу. Это затмевает ощущение его присутствия. Это уменьшает мое стремление ко всему духовному. Это плоть. Это… Она увеличивает все самое низменное, что есть внутри меня. И рождается грех. Вот это дело плоти. И Галатам 5.19. Дела плоти известны. Вы часто себя сканируете с этим писанием? Нет. Сканирует себя кто-нибудь? Хоть один, поднимите руку, пожалуйста. Слава Богу. Дела плоти, хоть один. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния. Мы тут недавно в одной церкви были. Там за правильный ответ предлагали дополнительную коробку конфет или десерт. Там нас очень много угощали. Мы были тут на одном служении. Поэтому, Жень, тебе мы дадим шоколадку в конце служить. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. Дальше. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Ереси – это тоже дело плоти. Вот это все дело плоти. Друзья, рекомендую. Здесь, может быть, вам непонятно все. Есть такие слова, которые нужно читать в нескольких переводах, чтобы было более доступно и было более понятно. Потому что как ты сейчас живешь-живешь и понял, что сделал непотребство. Ну, то есть нужно читать в нескольких переводах, чтобы понять. И надо сканировать себя с этим. Потому что дальше, Рит, дальше давай. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство, тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Кто желает наследовать Царство Божие? Слава Богу. Всем в шоколадке. Бухгалтер, слышал? Так мы Царство Божие не наследуем, друзья. И нам нужно понимать, что это не игрушки. И что с делами плоти нам нужно обязательно разбираться. И знаете, сегодня какая проблема, какую я проблему увидела сегодня? В своей жизни, в жизни вообще церкви, в жизни людей. Мы допустили очень многие грехи в свою жизнь. И знаете, что мы с ними сделали? Когда ты устаешь сражаться с грехом... Вот когда я пришла в церковь, я боялась ругнуться. Меня прям сразу напугало, взбодрило многие вещи. И я прям поняла, что... Меня прям в тонусе держало. Но потом со временем я начинаю расслабляться. А расслабляться я начинаю почему? Потому что я устаю бороться с грехом. И знаете, наша плоть, она так потка сильно. И она такая развратная, и она очень хитрая. Я хочу, чтобы вы поняли эту мысль, что она очень хитрая. И она обманывает вас из-под тишка. Она намного хитрее, чем вы сами. И этот момент нужно понимать. Она начинает тебя разводить. Она говорит, да это не грех. Да, и знаешь, я вот в своей жизни, я по себе скажу, я когда уставала противостоять греху, я говорила, а может быть это не грех? И я искала подтверждение и оправдание. Знаете, почему это работает? Потому что сегодня... Помните, нас предупреждали апостолы в Писании, что в последние времена люди будут выбирать учителей, которые бы льстили слуху. Мы хотим, чтобы льстили нашему слуху. Мы хотим сегодня... Нам приятно слушать. Слово Божье не всегда приятное. Слово Божье, когда начинает работать с твоей внутренностью, тебе неприятно становится. Оно не всегда тебя вдохновляет. Когда тебе неприятно, сиди и терпи. Потому что Бог хочет что-то изменить. А особенно если мы сравниваем с собой, что у нас есть несоответствие, нам вдвойне неприятно. И это больно. Но это потом, это начало твоих перемен. Поэтому если сейчас вам неприятно, слушайте меня до конца все равно. Я даже на вас не обижусь. Вы можете даже потом сказать, какая была плохая проповедь. Самое главное, чтобы эта проповедь потом работала с вашими сердцами. Потому что я не хочу просто здесь для вас красоваться. Я хочу реально, чтобы мы с вами... Это реальные ключи, которые помогают нам достигнуть Царства Божьего. Цель наша – достигнуть Царства Божьего. Не просто здесь каких-то плюшек наполучаться на этой земле, а то, чтобы достигнуть небес. И уже там нас будет ждать награда каждого своя. Цель христианства – это достигнуть небес. Прожить здесь свою жизнь вместе со Христом и достигнуть неба. Это наша основная цель. И поэтому, друзья, это самое главное. И мы сегодня допустили многие вещи. Знаете, я вот когда устаю бороться с грехом, знаете, что я говорю? Да я устала, да это не грех. И я начинаю его оправдывать. И знаете, очень многие грехи мы сегодня оправдали. Распри оправдали. Ярость оправдали. Я ярость... Я даже не каялась за ярость. Я думала, что это нормально. Я оправдала гнев в своей жизни. Я оправдала ссоры, разделение, блуд, прелюбодеяние. Сегодня очень многие пасторы, люди, многие служители это оправдали. И это падение великое для церкви. Друзья, это огромнейшая проблема. И потому что плоть, она всегда будет противиться духу. И она очень хищная и обманчивая. И она всегда будет тебя разводить на то, что... И ты всегда услышишь другую информацию. Ты всегда услышишь какого-то проповедника, который будет льстить твоему слуху. Он говорит, да не надо, ты в благодати, ты свободен, ты уже достиг. Да, достиг. Но тебе нужно на это встать. Тебе нужно отвоевать эту территорию. И тебе нужно сражаться. Апостол Павел говорил, ребята, вы еще не до крови сражались. Есть сражения, которые реально происходят до крови с грехом. И я видела такие сражения. Я сражалась. Знаете, но у нас есть помощник, Иисус Христос. Он не просто умер за нас, но он и помогает сегодня, по сей день каждому из нас. Каждому из нас проходить самые трудные сражения в нашей жизни. Когда я падала перед Богом на колени и говорила, все, у меня нет сил, я опять проиграла. Я говорю, Бог, в самый последний момент Бог приходил и поднимал меня, и освобождал меня. Но я сражалась. Я сражалась до конца. Где-то я проигрывала. Но знаете, самый такой момент, на котором я хочу сейчас сакцентироваться, что по плоти мы Богу не угождаем. Если мы живем по плоти, если мы позволяем плоти царствовать внутри нас, мы Богу не угождаем. И знаете, вот это вот местописание, которое меня всегда трезвит. Люди, которые пришли к Иисусу. Он говорит, отойдите, я вас не знаю. Он говорит, мы Иисус бесов изгоняли. Ты можешь делать сегодня все, что угодно. Ты можешь пророчествовать, изгонять бесов. Но ты можешь жить сегодня плотской жизнью. Это не показатель твоей духовности, поверь мне. Показатель духовности – это твой измененный характер. Показатель духовности – это плоды Духа внутри тебя. Не твои дары, поверь мне. Это очень важно. А дары очень нужны нам. Мы будем служить Богу, достигать людей. Ни в коем случае не умоляю. Это очень важная вещь. Но, друзья, если мы не обуздаем свою плоть, мы потеряем то, что Бог хочет нас, взять к себе на небеса. Мы потеряем эту возможность, к сожалению. И поэтому нам нужно трезвиться и бодрствовать, как Иисус Христос нам сказал. По плоти мы никогда Ему не угодим. И стих Галатам, он не о тех, кто сражается с грехом. Поймите меня правильно. Я сейчас не хочу, чтобы вас перепугать. Потому что с грехом я сражаюсь по сей день сегодня сама. И с плотью сражаюсь. Это не о тех, кто сегодня в сражении. Если ты сегодня противостоишь этому, если ты сегодня просишь Бога освободить тебя, ты падаешь, у тебя не получается, но ты не отступаешь от Бога. Грех, он тебя, это не отступление от Бога. Бог сказал, что упадет праведник семь раз, поднимется, встанет и пойдет. Ты всего, ну нет, не всего лишь, ты просто не послушен Богу. И у тебя, тебе нужно просто раскаяться перед Ним и последовать за Ним дальше. Но многие почему-то думают, когда согрешают, что они проиграли сражение. И они отступают. Приходит дьявол и обвиняет. Ага, ты такой. Не ходи. Сегодня в церковь там все святые. Как они будут на тебя смотреть? Как они будут тебя обличать? Как они будут тобой пренебрегать? Друзья, если ты согрешил, Бог знает нашу природу. Он настолько нас полюбил. И Он оправдал нас. И во Христе мы все оправданы. Во Христе мы принимаем эту праведность. Праведность, она уже дана нам. И знаете, когда мы не принимаем эту праведность, мы грешим против крови Христа. Мы грешим против Бога. И это очень опасная ситуация. Когда ты согрешаешь, ты не послушен Богу. Когда плоть проявилась в тебе какой-то раз, ты приходишь к Богу и говоришь, Господь, прости меня за это. Прости меня за это. И кровь Христа, она омывает тебя. Но самое главное, не пользоваться этим. Не пользоваться этим, как знаете, тогда это не работает. Когда ты согрешаешь, меня Христос простит, пойду покурю, пойду выпью, и пойду позавидую, что еще дело плоти. Пойду поссорюсь с кем-нибудь, погневлюсь на кого-то. Ну, все дела плоти, но что-то, совершение каких-то непотребств. То есть, понимаете, так не работает. Работает, когда ты искренне приходишь к Богу и говоришь, Бог, прости меня. И Он знает нас. Мы пытаемся делать за Бога Божью работу. Мы пытаемся быть богами. Да, мы боги с маленькой буквы. Мы Его творение. Мы, в принципе, тоже творцы. Но, друзья, важный момент. Он говорит, без меня. Это спасение невозможно без меня, вам. Вы без меня не справитесь. Он говорит, вы без меня ничего не можете делать. И мы сегодня пытаемся на себя вот этим, сделать из себя этих суперменов и сражаться с грехом. Да, нам нужно сражаться. Но Он-то знает, какая твоя плоть. И Он умер за тебя, чтобы ты встал на эту победу. И Он всячески за тебя. Но только грех называй грехом. Никогда его не оправдывай. Даже если сегодня ты проигрываешь. Даже если сегодня ты лег, вставай. Потому что, и говори, Иисус, прости меня. Я хочу в следующий раунд пойти вместе с тобой. Помоги мне, освободи меня. Я приходила к Богу, когда я сама не могла избежать вот этих вот всяких своих греховных мыслей. Я приходила к Богу и говорю, Иисус, я выношу на твой суд. Я не справляюсь. Я выношу на твой суд. И я говорила ему о своих грехах. Я открывала ему свое сердце. И знаете, когда ты открываешь перед Богом, он и так все видит. Но когда ты открываешь Богу свое сердце, он реагирует на это. Когда ты искренне говоришь, я сегодня не справился. Но это не повод тебе поверить дьяволу. Ты, когда приходит дьявол и обвиняет ему, говорит, ну да, я такой. У меня греховная природа, плоти, подарок от тебя. Но Христос умер за меня. Это все, что ты должен ему сказать. На это чувство вины. Потому что Бог никогда не сеет внутри тебя чувство вины. Если Бог тебя обличает, это дает тебе импульс измениться. Но это не то, что тебя поглощает и вводит тебя в депрессию, и ты потом не можешь встать. Это не Бог. Научись разделять чувство вины. Бог не приносит. Не приносит. Бог тебе дает импульс, который внутри тебя обличает. Он говорит, друг, ты здесь был неправ, и у тебя есть искреннее желание. Меня Бог обличал. Я знаю, о чем я говорю. Приходит страх Божий в сердце. И я имею непреодолимое желание измениться. Поэтому никогда не верь дьяволу. У многих из нас дьявол своровал праведности. Многие даже ее еще не приняли. Но во Христе нам она дана. И если ты ее не принимаешь, ты грешишь против Бога. Серьезным грехом. И нам нужно понять, что мы во Христе оправданы. Благодаря вере в его жертву, благодаря вере в него и в то, что он совершил. Мы оправданы. И нам нужно облечься в эту броню праведности. Иначе дьявол будет постоянно нас поражать стрелами. Постоянно. Он всегда ведет против тебя войну. И поэтому очень важно нам облечься в нее. Облечься. Мы оправданы во Христе Иисусе. И если мы оправдываем грех внутри себя, если мы оправдываем грех внутри себя, друзья, мы на опасную дорожку встали. Когда мы начинаем говорить, что да это нормально, да я устал, разгневался, да я вот в плохом настроении. Нам очень важно приносить раскаяние, сказать Бог, прости, что я был тебе непослушен сейчас. Но пойми самое главное, что ты не проиграл войну, когда ты опять погрешил. Почему-то многих это останавливает, и это становится для кого-то точкой невозврата. Скажи Бог, прости меня, помоги мне, я опять проиграл, но я хочу встать и вновь пойти за тобой. Это очень важно, друзья, потому что Бог не дал тебе три шанса, или два шанса, или один шанс, или 50 шансов. Бог дал тебе много шансов. Он сказал, праведник семь раз упадет, встанет и опять пойдет. Потому что, друзья, мы все согрешаем, мы все согрешаем. Нету среди нас ни одного, кто бы не согрешал. И мы будем... Это лишь путь сражения, но главное нам в этом сражении быть трезвиться и бодрствовать, и быть активными, и понимать, что проигрыш – это не поражение. Аминь? Поэтому для нас есть радостная весть, есть надежда. Для тех, кто согрешает, и кого дьявол измучил этим чувством вины, нам нужно понять, сказать, пошел вон, я оправдан. Но живущий по плоти Царствие Божие не наследует. Не обольщайтесь. И да, и вот, друзья, плоть, что с ней нужно сделать, с этой плотью, благословенной, несчастной, я даже не знаю, как ее назвать, с плотью, с греховной природой плоти, что мы можем с ней сделать? И римлянам 6 глава, давайте откроем 6 стих. Зная, что ветхий наш человек, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Плоть должна умереть. Плоть нужно распять. Ибо умерший, наш ветхий человек, в Библии написано, уже распят. Но это процесс, который мы должны будем совершать. Нам нужно встать на это обетование. Это уже совершено. Но нам нужно отвоевать эту территорию для Бога. Это важный момент. Сама по себе она не отвоюется. В тебе живет Дух Святой. Но и кому ты отдаешь предпочтение, кому ты послушен, тот и царствует внутри тебя. Если ты послушен плоти, если ты следуешь за плотью, то ты послушен ей, и ты не угождаешь Богу. Если ты Духом побеждаешь дела плоти, ты угождаешь Святому Духу, ты следуешь за Ним, ты послушен Ему, то плод у нас для Царства Божьего. Мы соблюдаемся для Царства Божьего. И нам нужно не просто подойти к кресту и походить, посмотреть на Него. Нам нужно пройти сквозь крест. Нам нужно пройти. Это очень важный момент. Я вижу, как очень многие люди, я сама так делаю. Охота говорить про других, не про себя. Но я тоже так делаю. Мы все так делаем. Мы ходим вокруг Него. Мы ходим, посмотрим. Ага, крест. Ну, не знаю, не сегодня. Я так часто делаю. Я говорю, не сегодня, не сейчас, Господь. И уйду. Гуляю, гуляю, а потом Господь говорит, ну, Оль, пойдем опять. Надо освобождаться. Ну, не могу я с тобой сотрудничать, пока ты не на кресте. Я тебя не могу использовать, иначе твоя похоть тебя развратит. Вы знаете, что у плоти есть похоть? У плоти есть похоть. И об этом говорится Галатам 5.24. Все, что в мире, похоть плоти, гордость житейская, похоть отчей, это не от Бога. Похоть, она всегда будет хотеть чего-то. Она всегда будет хотеть противному духу. Тебя всегда будет что-то отвлекать. Но те, которые Христова, распяли плоть со страстями и похотями. И поэтому, друзья, нам нужно пойти на этот крест и распять свою плоть, распять свою похоть. Без этого наше христианство невозможно. Невозможно обойти крест и попасть на небеса. Потому что сам Иисус Христос прошел этот путь. Иисус прошел путь до креста. И прошел это, и совершил это. И мы еще к этому вернемся. Бороться с грехом трудно. Но апостол Павел нас предупреждал, что, ребят, вы еще не до крови сражались. То есть есть какие-то ключевые сражения, когда проливается чья-то кровь. Твоя и моя. Это больно. Это неприятно. Потому что плоть своего просто так не отдаст. Это боль. Умирать на кресте – это очень больно. Я сейчас аллегорию провожу. Физическая смерть Христа и смерть нашей плоти. Когда ты ей непослушен, когда ты ей противостоишь, это больно. Кто практиковал? Это больно? Два человека, ребят. Мы так царствия Божьего. Нам надо всем туда зайти. Пожалуйста. Я хочу сама туда попасть и с вами встретиться. Обязательно. Потому что я вас сильно люблю. И, знаете, это тяжело. Это путь, когда ты усталости, разочарования, отвержения, принятия, неприятия. Это, короче, совесть твоя тебе просто… Знаете, вот этот голос совести тебя настолько измучит, что ты уже говоришь, да, это не грех. Ну, и ты уже всячески скидешь каких-то проповедников. Ты смотришь, тебе говорят, да, ребят, живи нормально, все, Господь за тебя умер, все, расслабься. И тебя вроде успокаивает это, но что-то внутри тебя пульсирует и говорит, нет. Когда ты открываешь Слово Божие и говоришь и читаешь, что Царствие Божие не наследует. И это опять тебя бодрит, это трезвит тебя, друзья. Нам очень важно трезвиться. Иисус нам очень много в Слове Божьем говорил. Ребят, трезвитесь и бодрствуйте. Трезвите и бодрствуйте постоянно. Это то, что мы должны делать. Церковь не должна засыпать. Мы должны быть мудрыми девами. Мне Господь три года назад сказал, три или четыре, когда я в эту церковь перешла, Он сказал, начинай запасаться. Маслом. Я очень напугалась, потому что я подумала, что все, Господь придет скоро. Думаю, жених, ты что, уже скоро придешь? Вот. Ну, я понимаю, что это серьезные вещи, и нам нужно быть мудрыми девами, потому что в Слове Божьем сказано, что уснули все. Уснули все. Даже мудрые девы уснули. Друзья, но если мы даже когда-то уснем, мы должны проснуться с маслом. Оно у нас должно быть. Поэтому запасайся. Вся наша жизнь нужна нам для того, чтобы запасаться маслом. Не проводите праздную жизнь. Это не про нас. Не про нас. У нас есть сезоны, когда отдыхом, и да, это все не без этого, потому что мы же, Господь же понимает, что плоть наша, она, ну, плоть физическая, я сейчас о ней говорю, она слабая. Ее нужно поддерживать, ей нужен отдых, ей нужен покой тоже иногда. Это все на своем месте. Я говорю про духовное бодрство в Аниге. Пожалуйста, пусть никто не затворит ваши уши, пусть никто не обольстит вас ложными учениями. Я всегда говорю, надо читать Слово Божье, нужно читать Библию, потому что там очень много того, что будет трезвить нас. Аминь. И вот смотрите, друзья, Евреям 10, 26, этот стих такой, самый бодрящий в Библии для меня. Сегодня будем трезвиться, да? Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Дальше. Но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готового пожрать противников. Это сейчас о тех, кто хочет говорить, что я погрешу, но Иисус меня простит. То есть пользоваться благодатью нельзя. Если мы познали истину и произвольно, произвольно это, то есть ты вот решил, ну что, нормально, пойду погрешу, потом вернусь. Когда мы осознанно совершаем грех, в этот момент кровь Христа перестает действовать в нашей жизни. Это очень серьезно, друзья. Иисус призвал каждого из нас на небеса. Но если мы здесь не соглашаемся жить с Ним, Он справедливый Бог, мы вряд ли туда попадем. Аминь. Уже меньше людей. Друзья, ну пусть оно с нами работает. Я ничего не выдумываю, я говорю все из Слова Божьего. Вы же верите мне? Слава Богу. И вы верите, потому что сами читаете. И поэтому, друзья, если вы сегодня проиграли сражение, вы не проиграли. Если вы проиграли сегодня, вы не проиграли всю войну, запомните это. Называйте вещи своими именами, и это вам поможет. Будьте искренними и честными с Богом. С Богом. Открывайте перед Ним свое сердце. Открывайте перед Ним свои грехи. Он их и так видит. А когда ты пытаешься прикрыться, ну это смешно, потому что Бог в сердце видит. Он знает, что внутри тебя. Он еще даже, когда ты об этом не подумал, уже знает. Поэтому это бессмысленно. И очень важно понимать, что оправдание греха, оно влечет обольщение. И очень многие люди обольстились и начинают впадать в ереси, потому что оправдали грехи в своей жизни. И это я лично видела. Я видела, как люди оправдывали грех, говорили, что это не грех, и потом в их жизнь приходило, они потом с ума сходили. Это безумие начиналось в жизни. Ты думаешь, как, Боже, еще вчера человек? А мы же не видим вершину. Мы только вершину айсберга видим. Мы же не знаем, какой человек сражение внутри проходит. И знаете, плоды рано или поздно они явятся, они будут видны. По плодам их узнаете, их. И даже если сегодня еще не видно, впоследствии оно явится и откроется. Понимаете? И поэтому нам нужно смотреть на плоды. На плоды, на плоды, на плоды. Не просто на дары, какой он одарованный, а на плоды духа. Понимаете? Сражается ли сегодня, на кресте ли сегодня плод человека, или она у него расхлябанная, или он сегодня живет по своим страстям и по хотям. Очень многие люди, называясь христианами, живут по своим страстям и по хотям. И мы сегодня смотрим на них и как вот так вот, а вот так вот, живут. Мы сегодня падки не на те вещи, потому что сегодня очень многие вещи, чудеса и знамения будут совершаться антихристом, дьяволом. Они будут сегодня явлены. Это вообще не проблема. Это вообще не проблема сегодня, чудеса сотворить. Не для кого? Не для Бога Великого, конечно же, и не для дьявола. Поэтому наша плоть должна быть подчинена духу. Мне понравились слова, Мар Инна Кверонаш сказал такие вещи. Знаете, до этого проповедника, я когда пришла только в церковь, он был очень популярен, потом сошел на нет. Хотя вот сейчас я его слушаю, это вообще потрясающая вещь, он говорит, будоражит тебя очень сильно, твою внутренность. И он говорил, если ты не на кресте, то Бог тебя вообще не рассматривает. Если твоя плоть не на кресте, тебя Бог... Почему? Вопрос. А потому что с тобой невозможно сотрудничать. Потому что твоя похоть тебя развратит. Потому что твои страстные желания тебя развратят. Я с ними сейчас воюю, но знаете, как это сложно? Очень сложно. Так я пытаюсь, я в сражении, ну, проигрываю очень часто. Очень часто проигрываю. Ну, я поднимаюсь, встаю и говорю, Господь, это грех, помоги, я за тобой. Все. И он говорит, пошли. Семь раз упала, вставай, пошли. И так с каждым из нас. Нет у вас, если только вы непроизвольны, и конкретно вы уже внутри Христа посмеялись над его жертвой, сказали, Иисус, все. Тогда уже здесь другой разговор. Но если ты искренне веришь в Иисуса, Христа, и ты сражаешься, и ты грех называешь грехом, то у тебя есть много шансов на победу. Плоть нельзя изгнать, ее нужно только раз в пять. Еще вот ложь такая есть, но я уже об этом говорила, вот я хочу тоже, ложь, если вы помолились молитвой покаяния, живете, не сражаетесь с плотью, вы не попадете на небо. Бог справедлив, и не будет вас вести на небеса, если вы не захотите жить с ним на земле. И вот 2 Петра, 20 глава, 2 Петра, 2 глава, 20 глава, там всего две, и 2 Петра, 2 глава, 20 стих. Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Друзья, Бог справедливый. Если мы не захотим с ним жить здесь, он нас не возьмет к себе в свои обители. И нам нужно это понимать, нам не нужно обольщаться. Слово Божие так говорит, это не я вам придумываю. Я так себя сама бодрю. И грех нас не отдаляет от Бога, нас отдаляет от Бога нераскаяние, когда мы сами отделяемся от Него, когда мы не хотим исповедовать свой грех, когда мы лжем, голос Божий становится тише и тише, и мы сами его отдаляем от себя. Самый путь, прямой путь, это когда ты открываешь Богу свое сердце и говоришь, Господь, я согрешил, помоги мне, я сегодня не исправился. Это самое, когда ты искренен с Богом, когда ты искренен, когда ты даже с Ним не накидываешь себе, не пытаешься приукраситься. Иисус уже лишил плоть власти, но не силы. И вот это вот наше с вами сражение. Власть она потеряла, но сила у нее осталась, и поэтому нам нужно ей противостать. И как же все-таки мы это делаем практически? Во-первых, нам нужно получить откровение, что благодаря жертве Иисуса Христа наша плоть распята, и мы сораспяты вместе с Ним. Нам нужно встать на эти вещи. Это самое важное, что нам нужно понять. Победа есть, но сражение впереди. И когда мы призываем Святого Духа в свою жизнь, война не заканчивается, а только развязывается, потому что начинают конфликтовать две природы – плоть и дух. И ты вступаешь в самое серьезное сражение в своей жизни, где ты, если ты будешь послушен Святому Духу, видите, благодаря Святому Духу, ты одержишь победу. Если ты будешь послушен голосу Святого Духа, ты одержишь победу. Если ты будешь послушен голосу плоти, ты потерпишь поражение. Да, тебе, может быть, будет кайфовее здесь жить, легче, приятнее, спокойнее, потому что умирать – это больно. Умирать – это больно. Но Иисус Христос нам показал пример. И что еще у нас бонус, то, что Он сегодня поддерживает и помогает нам и дает нам благодати проходить эти сражения. Аминь. Это очень важно, друзья. Поэтому первое, что нам нужно сделать, это получить откровение и понять, что победа совершена. Нам лишь нужно ее завоевать. И знаете, очень важный момент. Нам нужно господствовать над грехом, брать власть над плотью, потому что мы ей не должники. Я не могу поститься, многие говорят. Я не могу молиться. Я не могу читать Слово Божье. Я постоянно слышу, у меня нет времени. Я постоянно слышу, я занят. Я постоянно слышу, я в суете. И понимаете, что мы второстепенные вещи ставим на передний план. Второстепенные вещи. А в кого мы тогда веруем? Тогда наш идол и наш Бог, наш Бог, это тогда вот это все, а не Он. Тогда давайте называть вещи своими именами. Значит, мы не уверовали во Христа. Потому что, когда ты и веруешь в Господа, когда ты знаешь, что великий всемогущий Бог творец неба и земли, и ты говоришь, Господь, ты давай там до свидания, я пошел на работу, мне некогда. О чем тогда мы можем говорить? О чем, друзья? Ну, давайте себе серьезный вопрос. Я себе такие вопросы задаю, поэтому думаю, что имею право вам задать. Я себя спрашиваю постоянно это. Хочу я идти молиться сегодня? Хочу я поститься? Нет. Хочу я что-то еще делать? Нет. Честно вам говорю. Друзья, без дисциплины нам не видать удачи, нам не видать победы. Без дисциплины. Во-первых, что нам нужно сделать? Это предоставить свое тело, как орудие Божье. Предоставить свое тело в подчинение Богу. А это, друзья, дисциплина. Это быть в церкви, это поститься и это молиться. Это огромный шаг к победе над своей плотью. Это наши вспомогательные ключи, которые помогают нам побеждать. И поститься и молиться. Нужно представлять свое тело в жертву. Пост и молитва – это жертва Богу. Против этого восстает плоть. И вы знаете, когда видишь, как мало людей здесь в постах и в молитвах, ты понимаешь, прям правда плакать хочется. И я понимаю, что сегодня многие из нас, они проиграли это сражение. Я не говорю, знаете, друзья, мне тоже сегодня, я там не всегда могу поститься, но я стараюсь хотя бы частично это делать. Потому что я понимаю, что мне нужно, мне нужно жертвовать своей плотью. Без этого невозможно. Это огромнейший ключ в победе. Это ключ для победы. И когда сегодня пастор, когда вам сегодня в церкви говорят, друзья, у нас пост, нам нужно, друзья, вот то, то. Он же постится сколько? Больше 20 лет. Не просто так. Наш пастор. Он же не просто вот такой с приветом один. Просто есть не любит. Он любит покушать очень сильно, я это знаю. Он очень любит покушать, вкусно покушать любит. Часто любит покушать. Не против он, не откажет. Он не дух святой. Он не такой человек, что-то, мне еда не нужна. Это Евгения Борисовна так больше. Она у нас может не питаться ничем. Но он же не зря это делает. Но он же не сумасшедший. Он говорит, друзья, поймите, как благ, вкусите, как благ Господь. Попробуйте. Если ты не можешь по каким-то параметрам здоровья, делай что-то частично. Кто-то, я знаю, у нас в церкви отказывается от социальных сетей на время поста. Кто-то от фильмов. Что-то ты должен приносить какую-то жертву, даже если тебе совсем нельзя отказываться от еды. Ну, какую-то жертву. Кто-то до обеда постится, кто-то до ужина. Ну, какими-то можно, вот понимаете, можно что-то придумать. Но было бы желание. И, друзья, если мы не предоставим свое тело в орудие Богу, то мы будем, скорее всего, поражены нашей плотью. И тело, оно подчинено нам. У нас есть власть. Но мы сегодня рабы своего тела и своих похотей, и своих желаний. Мы говорим, я не могу поститься, я хочу есть. Я не буду делать этого, я хочу спать. Я не буду молиться, потому что у меня сегодня плохое настроение. И мы сегодня рабы. И вот, кого ты сегодня слушаешь, того ты раб. Просто сейчас проанализируй себя. Если ты слушаешь свое тело, которое тебе не дает поститься и молиться, то ты раб своего тела. Понимаете? Очень важно упражняться в посте и молитве. И Галатам 5.16. Галатам 5.16. Сейчас, друзья, я заканчиваю, не пугайтесь. Уже все. Не включат, да? Галатам 5.16. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Поступать по духу. Кого ты сегодня слушаешь? По духу ты... Это легко проанализировать. По духу или по плоти. Чей ты сегодня раб? Скажи сегодня, признайся честно, скажи, я раб плоти. Скажи Богу, скажи, Бог, я сегодня раб плоти. А если ты раб духа, скажи, я раб духа сегодня. Открой честно, это не конец. Если ты это признаешь, это уже начало победы. Если ты сегодня встанешь на эти вещи, это уже начало. Знаете, иногда вот у меня такое, я слушаю, мне кажется, ну все, все, что я жила, зря. Когда слово Божие начинает меня вот так вот, ну, внутри до составов и мозгов разделять, я начинаю говорить, ну все, все потеряно, все плохо, вот плоть такая. А я вам говорю, нет, это начало к победе. И ты обязательно победишь свою плоть, и ты обязательно с ней справишься. Ты обязательно ее преодолеешь. Чем больше мы молимся, тем более рождается силы поработить плоть. Один раз я, сейчас пример приведу, я раньше не ездила на молитвенные школы, потому что для меня был ужас, что мне нужно неделю молиться. Мне прям плохо становилось. Я не ездила, для меня молитва была, это все, у меня прям плоть верещала за километр. И я никогда не ездила на молитвенную школу. Сейчас я езжу, ни одной не пропустила уже в течение пяти лет почти. Это возможно, друзья. Я верещала, вся моя плоть пищала. Перед любой молитвой в церкви я верещала, плоть верещала, мне охота была сразу сесть и проповедь слушать. У меня прям все внутри скулило и ныло. И я один раз попадаю на мероприятие, и там верующие люди, у нас завязывается конфликт, конфликт интересов. И я начинаю противостоять. Я же такая, ну, я люблю отстаивать справедливость, свою какую-то непонятную. Есть Божья справедливость, поэтому, знаете, не всегда твоя справедливость, она с Божьей соответственно. И я начинаю воевать с людьми. Отстаиваю. И вроде бы я всех так, знаете, на место поставила. Победила. Внешне. Внешне это была победа. Но я иду домой, еду в машине и понимаю, что я как оплеванная. А я понимаю, что я сейчас не победила, а проиграла. И я говорю, Боже, да сколько это будет в моей жизни? А он мне говорит, я говорю, что мне делать? Он говорит, тебе нужно больше молиться. А я уже была два года в молитвенной структуре, в церкви, в молитвенной структуре. Думаю, Господи, да сколько можно? Молимся же постоянно. Он говорит, недостаточно, тебе нужно больше молиться. И знаете, я тогда поняла, для меня это был яркий урок, я поняла, что молитва, она рождает внутри тебя плоды духа, отношения с Богом, плоды духа, галатам дальше 5.22. Эти плоды, они не просто так происходят внутри тебя. Плод, вот у меня с мужем есть плоды два. Ну, можно я с вами честно, от того, что мы вместе соединились. Физически. Скажите, а-а-а-а. Это тоже. И так же отношения с Богом. Это твое совокупление с духом. И плоды рождаются от этого. Плоды духа. Они не приходят просто так в твою жизнь. От того, что ты просто постишься или просто слушаешь проповеди, или раз в воскресенье приходишь в церковь. Плоды не от этого. От совокупления. И плоды духа рождаются в молитве. Знаете, у меня был такой опыт, когда я начала год молиться на языках. Я молилась год на языках, и знаете, это был такой, знаете, год тяжелый, по часу. И у меня, я вначале даже не отследила, но уже потом у меня пазлы сложились. У меня в жизни начались кардинальные перемены. У меня, знаете, как будто глаза открылись. Я как будто встала на ступеньку, не на ступеньку, даже на стул выше стала. Я как будто стала понимать многие процессы, которые раньше не понимала. У меня открылись духовные глаза на многие вещи. У меня начали активироваться дары. И знаете, тогда приехал пророк, он мне пророчествовал, он говорит, прямо сейчас, я думаю, что это Бог специально меня ввел в этот год, молитвы на языках. Он говорит, прямо сейчас ты входишь в свое духовное служение. Ни завтра, ни послезавтра, он говорит, сейчас. И это начало происходить в моей жизни. У меня начался очень серьезный рост духовный. Поэтому не пренебрегайте никогда молитвой. Это вырвет вас на другой уровень. Я сегодня вижу, как очень многие люди приходят ко мне, Оля, дай совет. А вот как тут? А как тут? А мне прямо хочется сказать. Я говорю, молитесь. И когда мне это говорили, этот совет давали, меня это жутко раздражало. Я знаю, что вас этих будут раздражать. И вас это раздражает. Но, друзья, это реально работает. Вы увидите другую жизнь. Вы увидите другую грань. Это знаете, как вот и многие сегодня верующие вокруг горы Сиона ходят и не подходят к ней, потому что они боятся умереть. А там смерть. Встреча с Богом – это смерть. Он тебя всегда поведет на крест. Потому что он тебя может использовать только тогда, когда твоя плоть на кресте распята. Иначе твоя плоть тебя развратит. Ты бесполезен для царства. Ты ничего не сделаешь. Если ты мечтаешь о какой-то судьбе в Боге, плоть должна быть на кресте, чтобы похоти тобой вот эти не владели. Иначе эти похоти я видела, как божьих людей на самых высоких уровнях развращали эти плоти. Ой, плоть, похоти, страсти, которые воюют в твоих членах за свою свободу с твоим духом. И поэтому, пожалуйста, ты на войне, ты в сражении, никогда не забывай, не пренебрегай этим. Молись, молись много. Матфея 26, 41. Это Иисус выходит, он ушел в Гефсиманский, он уже знал волю Божью. И он пришел перед Гефсиманским садом, привел туда учеников, он говорит, молитесь. Они уснули, а он молился. И он просил Бога убрать эту чашу. Он говорит, пусть меня минует эта чаша. Он не хотел ее пить из этой чаши. Не хотел. Иисус, Сын Божий, не хотел. И он молился. Он весь свой путь жизненный здесь, он молился постоянно. Сын Божий, друзья, Сын Божий постоянно уходил на гору. И он говорит, друзья, молитесь. Он говорит, что там написано? Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод немощно. Иисус прошел свое, искушение благодаря молитве. Искушение, знаете, было в чем? Отказаться от пройти от воли Божьей, отказаться от креста. И он устоял, и он совершил то, что нужно было ему совершить. А ученики в тот же вечер от него отреклись и рассеялись. Но, слава Богу, они раскаялись, и потом Бог их нашел. Благодаря молитве плод немощно. Плод немощно. который описан в Библии. Дела плоди это то, что тебя отдаляет от него. Возможно, знаете, как придет время, когда для тебя просмотр сериалов станет грехом. Потому что Бог тебя будет влечь все больше и больше в отношения с собой. Он хочет будет общаться больше, чтобы ты молитве время посвящал. Кого ты сегодня кормишь? Когда мы умираем со Христом, воскресаем, как Он воскрес в жизнь вечную. И сегодня много невоскресших из нас. Мы многие не воскресли с Ним и не царствуем. Сегодня многие христиане живут в поражении, потому что плоть царствует, потому что плоть не на кресте. И многие сегодня в проблемах, в жутких. И мне охота сказать, вы просто анти-евангелие, не говорите, что вы христиане никому сегодня. Я не говорю про то, что наша жизнь, она да, испытания, трудности, это все да и аминь. Но видно людей веры. Их видно. Даже если они сегодня в трудностях, в поражении, еще какие-то моменты. Это тоже все не исключено для нас. Мы не только должны все у нас хорошо быть. Но есть прям, ты видишь, что это поражение в вере вообще у человека. Смерть плоти, это боль, это неприятно, но впоследствии это слава Божия, которая откроется в нашем храме, в нашем доме, а соответственно и в храме Божьем. Понимаете? Без смерти не будет победы. Сеется душевное, восстает духовное. И как Иисус пострадал плотью, потом Он воскрес, то же самое ждет нас. Он сказал, Его ученики повторят Его путь. Но Иисус воскрес и царствует с Богом, это ждет нас, если мы пройдем Его путем. Страдающий плотью, Аминь. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Друзья, давайте встанем сегодня, поймем, что мы сегодня на войне. Давайте сегодня не будем рабами плоти. Давайте будем рабами Христа. Давайте сегодня будем рабами Духа. Давайте сегодня подчиним свою жизнь духовной дисциплине. Давайте сегодня не дадим плоти торжествовать, а дьяволу царствовать в нашей жизни, в нашей церкви. Во имя Иисуса Христа. Давайте сейчас помолимся коротко, а потом впоследствии, пожалуйста, молитесь, читайте римлянам восьмую главу. Вообще римлянам глава очень много об этом говорит. И даже сейчас, я знаю, вы хотите пойти домой, но мы будем молиться минут сорок еще. Мы будем побеждать свою плоть. Ладно, не пугайтесь, не будем. Нет. Я бы с удовольствием, но просто я знаю, что вы, Саша, он уже с ноги на ногу переедет. Друзья, давайте помолимся сейчас. Господь, во имя Иисуса Христа, помоги сейчас нам распознать нашего внутреннего врага. Помоги нам сейчас увидеть, посмотреть на реальность. Пусть всякая пелена с наших глаз она спадет. Дай нам осознание, Господь, что наш путь это война с нашим врагом внутри нас. Это нашей плотью. Пусть всякая ложь относительно нее она спадет с наших глаз во имя Иисуса Христа. Пусть твоя истина она проникает до составов и мозгов в самую глубь нашего сердца, нашей внутренности во имя Иисуса Христа. Пусть страх Божий придет в наши сердца, в нашу церковь. Пусть страх Божий придет, Господь, во имя Иисуса. Страх и ненависть ко греху. Пусть мы грех начнем называть грехом. Дай нам, Господь, мудрости не называть грех грехом. Дай нам мудрости не оправдывать грех в нашей жизни. Дай нам благодати, Господь, признавать наши ошибки. Но пусть дай нам еще распознавать голос дьявола, его чувство вины, которое он приносит внутри нас. Даже если мы сегодня проиграли, даже если мы сегодня упали, даже если мы сегодня лежим, дай нам сегодня, Господь, мудрости сказать, это грех в моей жизни. Это грех в моей жизни. Я буду противостоять ему. Я не соглашаюсь. Даже если я сегодня лежу, я во Христе праведник. Я оправдан. Я принимаю эту праведность в свою жизнь. Я принимаю эту праведность, которую даровал мне Иисус Христос. И я говорю, даже если я сегодня упал, я был непослушен Богу. Господь, прости меня за все мои грехи, за всякую неправду, за все дела плоти, которые сегодня царствовали внутри меня. Но я принимаю решение встать на Слово Божье, что победа уже совершена, что моя плоть уже распята со Христом. И я знаю, что это победа, но я беру власть над своей жизнью. Я не раб своего тела. Я не раб своей плоти. Я не раб греха. Я не раб дьявола. Я раб Иисуса Христа. Я раб Иисуса Христа. Я принадлежу Ему. Хирамаша Гаре Махси Домо Роботта. Иисус есть Господь в моей жизни. Иисус есть Господь. Иисус есть Господь в моей жизни. Иисус уже совершил самую главную победу. Иисус есть Господь. Иисус есть Господь. И обязательно придет победа. Ты еще просто не до крови сражался. Самое главное, самое главное не переставай господь дай сил сегодня утомленным он сказал придите ко мне все труждающиеся примененные дай нам благодати сегодня прийти в твое присутствие прийти в церковь если надо приползти если надо кого-то принесут братья господь во имя иисуса дай нам благодати сегодня приползти к тебе и принести все свое время тебе и получить эту помощь свыше во имя иисуса христа пусть всякая ложь с умов верующих пойдет пусть всякий демонический страх пойдет пусть всякая вина сейчас уходит во имя иисуса христа иисус есть господь над твоей плотью над твоим телом над твоим разумом на твоим чувством длиня и мысли в послушании христу каждое утро вставай и говори я пленяю свои мысли я пленяю свои мысли все мысли пленяю в послушании христу друзья мы на войне и мы обязательно вместе с богом одержим эту победу аминь